Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков об итальянской карьере Эльдора Шамуродова. С вами снова Константин Калуцкий, и в преддверии очередного матча Ромы, на этот раз против итальянского клуба Верона, я решил собрать самые интересные комментарии болельщиков римского клуба касательно Шамуродова, касательно его участия в грядущей встрече и касательно того, сможет ли он выйти в стартовом составе на следующую игру, забить здесь и как-то себя проявить. Давайте узнаем, каковы ожидания итальянцев от следующего матча Ромы и от Эльдора Шамуродова. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети итальянской Ромы и подобрал тот самый интересный комментарий на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калуцкий21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Бранду Ди Ансельму написал. Ну что ж, я думаю, настала пора попробовать схему с двумя нападающими. Верона – уязвимая команда, которой можно забивать и забивать много. А наши парни сейчас готовы поразить их ворота. И не один раз. Шамуродов великолепно действует как ассистент. Он уже отдал четыре результативные передачи, а Абрахам может быть голевой машиной. На что Симона Серрино написал в ответ. А вместо кого вы предлагаете выпускать второго нападающего? Кого из звездных полузащитников нужно будет посадить ради того, чтобы перейти на новую схему? К тому же далеко не факт, что Шамуродов и Абрахам способны сработаться. На что, в свою очередь, Александро Пальма написал. Они неплохо взаимодействуют. Посмотрите, Мауринью несколько раз использовал их в дуэте. И это приносило результат. В матче Лиги Конференции Шамуродов отдал голевую передачу на Абрахама. Я считаю, что этот вариант построения атаки вполне себе жизнеспособен. Ну что ж, я думаю, что справедливое замечание от болельщиков. Я думаю, что действительно Шамуродов и Абрахам могут действовать вместе и приносить немало пользы. Моника Каррузо написала. А я считаю, что Шамуродов должен выходить со скамейки запасных. Мне нравится этот футболист, он очень полезен. Но все-таки сейчас у нас есть Абрахам, который является основным нападающим. А Шамуродов великолепно выходит со скамейки запасных. Это было видно еще в Дженуа. Ну то есть в предыдущем клубе Шамуродова, где он, в общем-то, регулярно, успешно выходил со скамейки запасных. Эмилиано Цезаретти написал. Шамуродов и Абрахам должны играть в основе большинства матчей нашей команды. Когда у нас впереди два нападающих, мы активно идем вперед и давим соперника. В матчах против сложных команд, против топовых соперников, конечно же, играть в двух нападающих это риск. Но против Вероны сойдет и схема с двумя нападающими. Ну что ж, опять же, посмотрим, в каком варианте будет играть Рома, по какой схеме и как это будет выглядеть. Джузеппе Баталья написал. У нас сейчас есть отличный выбор нападающих. Все трое способны забивать мячей и приносить пользу. И Абрахам, и Шамуродов, и Борха Майораль. При этом каждый из них имеет свою специфику. И в зависимости от этого Мауриньо будет выпускать самого подходящего нападающего. Я считаю, что против Вероны подойдет Абрахам с его мощью. Ну что ж, вот такое мнение тоже присутствует. Ну, стало быть, по мнению этого итальянского болельщика, будут и те матчи, где выпускать в основе нужно будет Шамуродова. Сильвеа Пьотти написала. Я верю в Альдора. Я верю в этого узбекского паренька, потому что он своим трудом заслужил место в составе Дженуа, а теперь выбил место в составе Ромы. Да, он не всегда выходит в основе, но каждый раз, когда он появляется, он приносит много пользы. Ну и Якопо Ианотти написал. Я очень надеюсь, что в основе выйдет Шамуродов. Он великолепен в качестве разыгрывающего форварда. Четыре голевые передачи. Уже это можно считать большим успехом. Он уже в каком-то смысле оправдал свое подписание. Ну а если давать ему больше игрового времени, он будет приносить больше пользы. Ну что ж, будем ждать Шамуродова в стартом составе и будем надеяться, что против Вероны он выйдет с первых минут. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.